Добрый вечер, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на нашем очередном вебинаре правильный понедельник. Традиционная проверка связи. Как меня слышно и нет ли проблем со звуком и с изображением? Как меня слышно? Если все нормально, жду плюсики в общий чат, либо в рубрику вопросы. Отлично. Сегодня, как и обещал, у нас время чуть смещено. Обычно мы выходили в эфир в 15.30 по московскому времени. Сегодня в 16.30. Это делается для того, чтобы подстроиться под большую часть аудитории. Понимаем то, что время рабочее. Но судя по тому, что отдача не такая, как хотелось бы видеть, наверное, может быть, не все также сегодня смогли поприсутствовать. Может быть, время все равно, даже неподходящее. И 16.30. Значит, придется адаптироваться дальше. Может быть, продолжим смещать и выведем в ближайшее время фактический эфир за 6 часов по московскому времени. В любом случае, обратной связи буду от вас, конечно же, рад, когда вы считаете, что время для вебинара наиболее удобно. Потому что, исходя из этого, собственно, мы принимаем решение о выходе в эфир. Думаю, что те, кто все-таки не упустил факт переноса времени, запомнил этот момент уже в споре, соответственно, те, кто не смог присоединиться по определенным причинам, ничего страшного, мы запишем этот вебинар, и он будет доступен уже завтра на нашем официальном канале на YouTube. Собственно, тогда предлагаю двигаться. У нас действительно сегодня очень насыщенная повестка, потому что есть что обсудить. Неделька была очень жаркой, интересной. И даже несмотря на то, что мы дождались серьезной поддержки, опять же, для наших инвестиционных идей не со стороны ФРС, а со стороны Банка Японии, наверное, сути дела это не меняет, потому что наши прогнозы все равно были направлены на то, что доллар имеет куда более достаточных предпосылок и, в принципе, все основания для того, чтобы удерживать статус лидерство и прессинговать, собственно, на все рисковые инструменты, да и вообще на все активы, которые на финансовых рынках представлены. Начнем давайте традиционно с самого начала, то есть буквально с первых торговых сессий. Не забывайте о том, что сценарий у нас предполагает общую целостную, тотальную такую оценку фундаментального фона. После мы переходим на события предстоящей недели и замыкаем всю презентацию слайдом с наиболее, с целями по наиболее актуальным и, наверное, ликвидным валютным парам, которые представлены на финансовых рынках. Что касается вопросов, еще раз повторяюсь, если вас не затруднит, давайте их оставим буквально на конец вебинара, но вы их, в принципе, можете формулировать и помещать можно в общий чат, либо в рубрику, соответственно, вопросы. Давайте начнем с главного валютного риска, потому что евро для нас является традиционным барометром того, что происходит на финансовых площадках. Вы увидели прекрасно то, что евро довольно бодро начало прошлую неделю и добралось к авторникум до локального уровня хая, который был зафиксирован сначала на отметке 1.0868. То есть с открытия недели евро сразу же прибавило около 80 пунктов. Объяснить обычную динамику можно было только ухудшением рыночных настроений, связанных с падением нефти и серьезными потерями, которые несся китайский фондовый рынок. В частности, шанхайский композитный индекс, вы знаете, на прошлой неделе буквально в начале, сначала просел на 6.4 процента. Это спровоцировало достаточно паники. Я признаюсь, тоже стал переживать, что же будет дальше. В среду мы увидели еще потери минус 0.5 процента. Как я отмечал, потенциал роста пары евро-доллар все же был серьезно ограничен и делал акцент на то, что поддержку, которую получает евро по причине изменения рыночных настроений, она не может иметь каких-то системных и долгосрочных последствий, потому что долгосрочными факторами поведения любого актива выступают как раз уже в костях национального фундамента. Об этом по евро мы говорили очень много и знаем прекрасно то, что евро действительно заряженный аутсайдер, который еще не нащупал своих минимальных уровней. И даже если говорить про эти минимальные отметки, на самом деле никто не знает, докуда может просесть главный валютный риск. Но мы с вами пока ориентируемся на значение 1.05. Против евро действовала еще и национальная статистика. Вслед за снижением индексов деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны последовали не менее слабые данные по индексу настроений в деловых кругах Германии института ИФА, резко снизившегося в январе из-за падения оптимизма, прежде всего в компаниях обрабатывающего сектора и строительного. В частности, индекс настроений в деловых кругах ИФА снизился до 107,3 против 108,6. Экономических ожиданий 102,4 с 104,6. А что касается индикатора Общей оценки ситуации 112,5 со 112,8. В частности, как я уже отметил, наибольшие потери, конечно же, понесли строительный и обрабатывающий сектор. И я считаю то, что вот это падение, которое мы видим по ключевым производственным секторам, оно демонстрирует реакцию, опять же, немецкой экономики на замедление темпов экономического роста Китая. Но параллельно с Китаем мы делаем ставку на аналогичную слабость, которая характерна и для других развивающихся рынков. Если, к сожалению, нет сейчас поддержки с точки зрения прироста мировой экономики и нет возможности зацепиться за то, что ключевые стратегические партнеры смогут преодолеть вот эти риски рецессии, значит, у немецких промышленников нет повода радоваться. И индикатор ИФА, да и потом уже, соответственно, статистика ЗЮ, которая выходит буквально спустя некоторое время и, на мой взгляд, является более объективной, для оптимизма нет никаких ровным счетом поводов. И мы констатируем каждый раз массу негатива, мы видим то, что немецкий бизнес переживает сейчас худшие времена. И это связано даже не только с тем, что сейчас ситуация плохая, это еще связано с тем, что даже они понимают, что дальше может быть только хуже. И если глобальный экономический спад, опять же, параллельно через снижение экономики Китая уже привел к таким последствиям, а стоит только ситуации затянуться и усугубиться, усугублением ситуации, на мой взгляд, также выступает еще и снижение цен на энергоносители, значит, мы говорим про очень нерадужные перспективы, которые маячат впереди, перед всем потребительским сектором. И знаем то, что в связи с этим немецкая экономика, будучи локомотивом всего валютного блока, будет провоцировать такую же слабость для уже всего валютного блока и для всей еврозоны. Не стоит ни в коем случае забывать, каким бы вы трейдингом не руководствовались, кратко, средне, долгосрочным, про системные риски, которые характерны для еврозоны, для европейского валютного актива. И ключевой из этих системных рисков, конечно же, на мой взгляд, низкий показатель индексов потребительских цен, в частности, сегодня. Мы возвращаемся уже к актуальной статистике прошлой недели. И я по-прежнему призываю вас к максимальной осторожности, бдительности на площадках, поскольку те данные, которые мы получили на прошлой неделе, они совершенно никак не вяжутся с действительностью и с реальностью. А почему? Потому что даже индекс потребительских цен в рамках Германии просел к новым максимальным минимумам, если можно так сказать, ну, действительно, с точки зрения формулировок, наверное, верно. И фактически отчет был минус 0,8%. Значит, исходя из даже высокой корреляционной связи, обычного синхронного, опять же, отчета, можно было логично ожидать такой же слабости от всего валютного блока. Но индекс потребительских цен, то есть показатель инфляции в еврозоне оказался почему-то на очень неплохом уровне. Вместо того, чтобы снизиться, или даже, по крайней мере, остаться на прежних значениях, мы увидели даже локальный прирост. 0,2% ранее, 0,4% сейчас. Продолжим следить за статистикой. Думаю, что все-таки необходимость демонстрации реальных цифр возобладает, и мы увидим все-таки те риски, которых мы знаем уже заведомо. Фунт также был довольно-таки волатильным активом на прошлой неделе, очень волатильным, хотя британец, в принципе, удерживает за собой статус такового в течение уже многих недель подряд. Фунт показал прирост, в частности, в рамках первых двух торговых сессий, довольно-таки существенный, больше 100 пунктов, и достигнул локального хайя на отметке 1,4348. И даже анализируя динамику фунта, я также не увидел каких-либо серьезных предпосылок, кроме как технических сигналов, которые указывали на то, что британцу в последнее время очень сильно, чрезмерно, наверное, разгрузили очень быстро, и логичное закрытие коротких разделок провоцировало такой же локальный выпад наверх и данного рискового инструмента. Очень важно отметить то, что мы видели восстановление британцев на прошлой неделе на фоне прошедшей конференции Карни, согласно которой британский мегарегулятор еще раз отметил обеспокоенность для всего монетарного руководства относительно будущих темпов экономического восстановления. И судя по тем данным ОВП, которые мы получили позже на прошлой неделе, эти риски были оправданы, и эти риски, скорее всего, будут и дальше. Влиять, опять же, и на стоимость национального актива будут провоцировать еще больше опасений за уже показатели на перспективу. Но я думаю, что если мы говорим с вами про всеобщий глобальный экономический спад, если мы не видим никаких предпосылок, ну или, по крайней мере, понимаем то, что даже ОВП США, который и без того был самым динамично растущим регионом, сейчас далек от идеальных значений, ну, по крайней мере, о тех, которые он мог показывать, то такие регионы, как Англия, Австралия, Новой Зеландия, Канада, Япония, они, к сожалению, будут впитывать как губки вот эти риски, связанные с замедлением темпов роста мировой экономики, и все это будет приводить к более слабым макроэкономическим отчетам. Доллар японская иена в начале прошлой недели консолидировалась рядом с уровнем 118.50. Данные о снижении внешнеторгового оборота Японии увеличили ожидание того, что Банк Японии может еще больше смягчить денежно-кредитную политику на заседание, которое тогда было запланировано на 28-29, то есть на пятницу. И как только мы с вами получили подтверждение слабых макроэкономических данных, я тут же начал настраивать вас на то, что в пятницу прошедшую мы можем дождаться какого-то сюрприза со стороны японских монетарных властей, и этот сюрприз может оказать нам приятную и полезную службу, потому что в случае, опять же, тех доп мер экономического стимулирования, в аутсайдерах тут же окажется японская валюта, от этого выиграет доллар, на который мы, собственно, и делаем ставку. После вторника была еще целая серия макроэкономических отчетов из Японии, экспорт просел на 8%, между прочим, снижение продолжается уже третий месяц подряд. Третий месяц это фактически уже настоящий тренд, который сигнализирует о том, что этот сектор не просто в стагнации, он реально ретисирует уже. Кроме того, доллар готовился еще к заседанию ФРС, и мы настраивались, опять же, планируя на то, как можно торговать по британцу, еще на то, что и ФРС должно было оказать, соответственно, еще поддержку на доллар. Ну, как я уже отметил в начале этого брифинга, поддержка пришла, правда, несколько с другого макроэкономического фона, нежели со стороны того, который мы ожидали. Нефть во вторник выросла, оказавшись выше 30 долларов за баррель. Бренд даже, скажем, не негативил по факту роста запасов нефти США. Напомню, что по версии частного агентства API, запасы увеличились на 11,4 миллиона баррелей в сутки. После этого мы тут же переключились на уже официальные данные. И, на самом деле, тоже прирост уже, по данным Минэнерго США, 8,3 миллиона баррелей против прошлого 3,9. И, по идее, наверное, в обычной среде, с которой мы имели дело несколько месяцев назад, эти отчеты могли стать причиной серьезного ослабления нефти. Но сейчас на рынке мегаресурсов, как я уже отметил даже в ходе сегодняшнего брифинга, присутствует другая тема, и она связана с возможностью достижения соглашения, выработки солидарной позиции по планомерному снижению объемов производства нефти США, России и ближнего восточного картеля. С вашего позволения, сейчас не буду я детально останавливаться на этом фоне, потому что, если есть интерес, что происходит сейчас, стоит ли ждать этого компромиссного решения, и лучше сказать больше, почему не стоит ждать, я советую вам еще раз посмотреть сегодняшний брифинг, ну, либо те, кто его пропустил, все-таки обратить на него внимание, потому что там мы об этом говорили достаточно много. Если говорить про уже фактически заседание ФРС, очень важное событие прошлой недели, если бы не было Японии, стало бы, наверное, найглавнейшим, но Япония все-таки отметилась гораздо более интересным фоном, ну, и спровоцировала куда более выраженную динамику и волатильность. Перед тем, как перейти к ФРС, стоит отметить еще данные, которые были опубликованы в среду, это статистика по инфляции в Австралии. По факту отсчет 0,4% против прошлого 0,5%. Реакция рост австралийца до уровня 0,70-80%. Хотя я снова обращаю ваше внимание на то, что логично к этой статистике подходить следующим образом. Если снижается инфляция, значит, у национальных властей, по сути, развязаны руки для того, чтобы они задействовали, а может быть, проявили большую решительность, и эта большая решительность может предполагать как раз, возможно, еще одно снижение процентной ставки, о чем австралийская экономика сейчас очень сильно нуждается. Перед решением ФРС также были опубликованы еще данные по продаже новых домов в США в декабре, которые выросли на 10,8% против прошлого 1,9%. Если кто-то еще сомневается в том, что данный сектор экономики чувствует себя очень неплохо, сомневаться в этом не нужно. И для того, чтобы убедить вас в этом, достаточно посмотреть еще на те результаты, которые показал рынок недвижимости по итогам 2015 года. Он вырос на практически 15%. Это очень много. И если ФРС исконно будет отталкиваться, опять же, от показателей рынка труда, рынка недвижимости, искать, прежде всего, поддержку для подкрепления собственной позиции по повышению процентных ставок, то эта поддержка, она непременно присутствует. Но мы знаем то, что сейчас фокус внимания монетарных властей был смещен даже на несколько иную территорию. Но об этом я, собственно, предлагаю вам поговорить прямо сейчас, потому что мы уже вплотную подошли к ФРС, который отличился на прошлой неделе, но не стал причиной того самого роста доллара, на который мы настраивали. Ставку, как вы знаете, оставили на прежнем уровне 0,5%. Да и даже по прогнозам и тем ожиданиям, которые присутствовали на рынке, мало кто предполагал, что ФРС может так быстро пойти на еще один шаг по ужеточению монетарной политики. Но тот факт, что ФРС не повысит ставку сейчас, совершенно не является основанием, от которого, вследствие которого можно отказаться вообще от идеи того, что повышение процентной ставки пойдет к таким нарастающим циклам уже позже в этом году. Я настраиваюсь на то, что ФРС поднимет ставку не меньше 4 раз, и в случае более убедительного позитивного фона, в случае прироста экономического восстановления и роста индекса потребительских цен, это вот самый важный момент, тогда ФРС действительно снова убедится в том, что американская экономика чувствует себя довольно-таки бодрой, и эта бодрость создает все условия для последовательной нормализации денежно-кредитной политики. Стоит признать то, что комментарии ФРС, которые мы услышали по факту прошедшего заседания, их можно больше характеризовать как мягкие, нежели жесткие. В частности, признав недавнюю волатильность на финансовых рынках, ФРС, по сути, еще раз подчеркнул тот факт, что этот мигратор весьма нападителен, следит за тем, что происходит на финансовых площадках, и, к сожалению, вот тот аспад, о котором мы говорим с вами, из брифинга в брифинг, из вебинара в вебинар, он наносит свой такой дисконтирующий эффект на экономику Соединенных Штатов Америки, вследствие чего США сейчас сталкиваются с такими последствиями, как более низкий темп экономического восстановления, об этом мы также знаем, но все равно это очень достойный прирост для такого могущественного и развитого рынка. Очень важный комментарий, который был сделан со стороны представителей ФРС, еще заключается в том, что снижение цен на энергоносители все-таки оказывает свой негативный вклад и в общий показатель по инфляции, и вследствие этого достижение целевого параметра и показателя в 2%, наверное, потребует куда больше времени, чем планировали и прогнозировали такие оптимисты, как я. Если раньше мы ориентировались на конец 2016 года, хотя нет, на конец 2016 года мы, пожалуй, даже не ориентировались, в 2017 год, то, наверное, сейчас в лучшем случае это середина 2017 года. Но если и США 2% доберется только в середине 2017 года, нужно прекрасно понимать то, что та же самая Англия, ей для этого потребуется куда больше. Поэтому, скорее всего, по Англии мы будем уже ориентироваться на сроки чуть ли не рядом с 2018 годом. Что касается реакции рынка, опять же, на формулировку представителей ФРС. Понятно, что если ФРС избежал комментариев, а точнее даже комплиментов для национальной экономики, на рынке было больше рисков, страхов, опасений. Как же так? ФРС не подчеркнул, скажем, тот факт, что... Так, прошу прощения. Угу. Ну, ну, ну... Так, я так понял, сейчас возникли технические проблемы, но связь, наверное, уже восстановлена. Замечательно. Тогда давайте продолжать. Говорили мы с вами про ФРС, и еще раз подчеркиваю тот факт, что ФРС не сделал комплиментов национальной экономике. Это, соответственно, стало причиной, в следствии которого трейдеры воздержались от торговли американскими трежери с облигациями с точки зрения роста доходности. Потому что если и ФРС сомневается в том, что национальная экономика будет динамично расти, значит, наверное, это является еще одним подтверждением общих панических настроений. А в следствии, если на рынке присутствуют панические настроения, вы знаете то, что растет спрос на костяк защитных активов. К ним традиционно относятся американские трежери, но если растет спрос на американские облигации, значит, снижается доходность на них. Собственно, мы это и видели. Потому что 10-летние облигации казначейства снизились с 2,05% до 2%. Да, это, конечно же, не крайне низкие значения, видали и ниже, но все равно на долларе это сказалось и, соответственно, трейдеры нашли более привлекательные активы, за которыми стояли уже другие валютные инструменты. В частности, большим интересом пользовались немецкие облигации, а вследствие притока инвестиций туда, соответственно, стала расти и европейская валюта. Самый важный момент, который связан, опять же, с трейдингом по факту прошедшего заседания ФРС. Мы не получили той поддержки, которую хотели увидеть, которую хотели все-таки дождаться от представителей ФРС. Но это не значит то, что заявления были крайне пессимистичными и этой поддержки не будет дальше. Нет, по факту никакого негатива мы не услышали. ФРС не отказался от того, что американская экономика продолжит все-таки набирать обороты и не дал нам нам шумеков либо каких-то поводов сомниться в том, что повышение основок последует дальше. Это самое важное. Наверное, если говорить уже по факту резюме ФРС, наверное, это самый главный вывод. Негатива мы не услышали. Если нет негатива, значит нет основания отказываться от нашей длинной идеи, которая направлена на потенциальный рост американца. ФРС. Но поскольку все-таки представители и участники рынка не дождались жестких комментариев, мы не наблюдали роста американца по факту прошедшей среды, чем тут же воспользовались рисковые инструменты. В частности, европейская валюта против доллара добралась до уровня 1.0891, а в четверг и вовсе подобралась к локальному хайу, который был зафиксирован на уровне 1.0966, но оттуда, вы знаете, пошло очень серьезное ослабление. Фунт также подрастал, 43.60 по факту уже закрытие среды, потом ралли чуть продолжилось, но пятница стала разручной и для этого актива. Ауси и Киви также у нас подрастали, да и в принципе вы уже поняли, что рисковые активы по факту не получены в поддержке для доллара, чувствовали себя лучше, чем американец, поэтому использовали локальный позитив и оптимизм для себя. Но праздник продлился недолго, потому что пятницу, сейчас мы поговорим конкретнее, подробнее об этом отметился Банк Японии, и он уже снова создал основание для роста американской валюты. В частности, видели также к концу прошлой недели еще больше восходящие и бычьи ралли по нефти, в частности укрепление этого актива подстегнуло опять же спрос и на канадскую валюту. В частности, USDCAD вообще закрыла всю торговую пятидневку с прошлой неделю в районе 1.40. И глядя на эти значения, я еще раз благодарен, скажем, рынку и, наверное, благодарен всем вам за то, что вы поддержали идею того, что нужно воздержаться от трейдинга канадцам после того, как мы добрались локальных хайок. Потому что тогда, когда у нас была еще на повестке ставка, мы правильно оценили риски, которые могли возникнуть в связи с этим и больше не стали влазить в расположение этого актива. Но сейчас, учитывая то, что это ралли, которое мы наблюдаем, бычье ралли по нефти, может быстро сойти на нет, нужно все-таки готовиться к возможности того, что и канадец снова развернется, точнее развернется пара USDCAD, пойдет снова к тем уровням, которые мы обозначили ранее. Это 1.45, но как только будут созданы для этого все условия, я непременно дам вам несколько еще инвестиционных сделок и решений, которые можно будет руководствоваться. Идем далее. В четверг вышли данные по индексу потребительских цен в Германии, вкратце мы уже об этом отчете поговорили, минус 0,8%, то есть крайний показатель дефляции, что в целом является отражением того, что, или лучше сказать, подтверждением того, что дальше мы увидим более слабые показатели по розничным продажам, потому что низкие показатели по инфляции, они являются подтверждением подорванной потребительской активности. Хотя хороших темпов прироста в этом секторе мы не видели также очень давно. Также слабый отчет вышел по заказам товара литерного пользования в США, минус 5,1% против прогноза снижения на минус 0,6%. И, наверное, после этой статистики весьма логично было дождаться таких же слабых данных, ну не то чтобы совсем плохих, но все-таки далеких от идеала, как я уже отметил, данных по экономическому росту Соединенных Штатов Америки, потому что по факту отчет 0,7% против прошлого 2%. Полагаю, что после выхода этих данных трейдеры и участники рынка, да и сам доллар уже изрядно расстроился, но картину, как я уже отметил, помог выправить банк Японии со своим решением ввести отрицательные процентные ставки по депозитам. Решение было принято пятью голосами против четырех. Ставка минус 0,1% против прошлого плюс 0,1%. Для чего это было сделано? Для того, чтобы простимулировать рост индекса потребительских цен, для того, чтобы поддержать национальных производителей через ослабление курса национальной валюты и для того, чтобы заставить коммерческие банки направлять всю, не то чтобы избыточную, но может быть где-то свободную ликвидность, для того, чтобы они кредитовали экономику, а не складывали средства на корсчетах Центрального банка. То же самое, та же самая проблема была характерна некоторое время назад для Европейского Центрального банка. Они и вовсе стали учиться на своих ошибках, когда раздали колоссальное количество ликвидности больше 1 триллиона евро коммерческим банкам для того, чтобы все кредитовали экономику. Но вместо того, чтобы сделать это, вы знаете, коммерческие банки вернули счета, точнее средства на счета в Европейском Центральном банке, положили их под положительные проценты, которые тогда присутствовали. Поэтому единственная возможность все-таки вывести эти деньги, было ввести отрицательную процентную ставку и заставить КБ платить за, скажем, сохранность средств непосредственно в рамках Европейского мегарегулятора. Я считаю то, что подобные инициативы со стороны Банка Японии правильные, оправданные. Может быть, они также пытаются использовать сначала все имеющиеся инструменты, прежде чем перейти к самому радикальному шагу, который предполагает возможность расширения программы количественного смельчения. Но программа количественного смельчения была запущена. Напомню, что ее окрестили как QE, то есть расширение и экономические стимулы на Хэллоуин. Она была расширена в октябре прозапрошлого года и доведена до 80 триллионов йен в год. А сейчас цель, которая была поставлена, разгон инцепотребительских цен и то, что мы видим сейчас инфляция около нулевых отметок, значит то, что эта цель не достигнута, не реализована, значит 80 триллионов йен недостаточно, нужно ее расширять. Собственно, в рамках Японии я придерживаюсь такого же посыла, как и в рамках Европейского Центрального Банка и предлагаю и вам также настраиваться на то, что очень много крутых событий у нас произойдет в марте. То есть хорошо, когда есть на что ориентироваться. Тем более, что в рамках предстоящего месяца, то есть ровно месяц у нас остается, у нас будет ФРС с очередной ставкой, где, наверное, они все-таки поднимут ее первый раз в этом году. Соответственно, у нас будет Европейский Центральный Банк и, судя по последним комментариям, Драги уже можно ориентироваться на то, что в марте будут подведены ключевые итоги и Драги лично посмотрит на актуальную действительность, которая будет иметь место к этому периоду и если инфляция по-прежнему будет тяготить к нулевым значениям, значит, расширит программу количественного смягчения. И в марте у нас обещает отметиться еще и Банк Японии, потому что, судя по комментариям, которые были сделаны еще после принятого решения о введении отрицательных процентных ставок, как раз мартовское заседание может оказаться судьбоносным с точки зрения расширения программы QE. Поэтому три серьезных события. Я думаю, что по мере приближения все-таки марта у нас будут еще спекуляции на тему того, а не отличится еще ли Резервный Банк Австралии, Резервный Банк Новой Зеландии через снижение процентной ставки. Поэтому волатильность будет возрастать, мы, соответственно, будем держать руку на пульсе и, наверное, стоит уже диверсифицировать свой трейдинг, то есть искать какие-то дополнительные идеи, может быть, торговать привычными и традиционными для нас активами против косов, но это оставьте мне, соответственно, идею подготовлю, ну и в поре брифингов буду вам их анонсировать. Считаю то, что в целом вектор на ослабление рисковых инструментов будет продолжен, нам это сейчас нужно, потому что вследствие слабости риска мы знаем то, что растет доллар и нашей сакральной, ну, по крайней мере, моей сакральной идее. По-прежнему остается возможность по паре юздиена добраться до этого заветного рубежа, который находится на уровне 125, хорошо, что мы уже в рынке, хорошо, что мы уже торгуемся выше 120 и хорошо, что даже до нашего стоп-лосса, который маячит на уровне 118.50 сейчас очень много. И, наверное, спровоцировать обратную тягу, вследствие которой по какой-то причине доллар вынужден будет улететь снова так глубоко вниз, может только Китай. Но уже отмечал я то, что, наверное, третий раз за последние семь месяцев Китай вряд ли будет уже создавать какие-то риски для рынка, потому что слишком много. И на какое-то время о Китае можно забывать. Поэтому ни в коем случае, ни в коем случае, это очень важно сейчас, не игнорируйте рынок, следите за макроэкономическими событиями, смотрите, разумеется, брифингами, потому что брифинги позволяют нам держать, опять же, преемственность фундаментального фона, ну и понимать, что сейчас происходит на финансовых площадках. Что касается идеи сделок, то это, как я уже отметил, будут таковы, будут анонсировать, будем их придерживаться и, соответственно, реализовывать. УСД иена как закрыла пятницу после принятого решения о снижении ставки по депозитам. Рост был колоссальным, больше 200 пунктов, я думаю, даже больше 250 пунктов. Что касается рисковых инструментов, евро-доллар закрыл неделю на уровне 1,0832, фунт также скорректировался 1,4249 и потери были характерны и для других рисковых инструментов. Теперь предлагаю перейти к отчетам этой недели. По сути, понедельник у нас уже позади, завтра у нас Австралия, решение Резервного банка по процентной ставке. Здесь, конечно же, изменений пока не предвидится. Нужно больше времени, чтобы Резервный банк Австралии еще раз осмыслил последствия снижения темпов прироста Китая, то, как это сказывается на национальной экономике, оценил, опять же, силу национальной валюты. Да мы, в принципе, и без Резервного банка Австралии сможем это сделать, но нужно получить актуальные цифры по торговому балансу. Если экспорт снова просядет, значит, будем готовиться все-таки к неизбежности дополнительных шагов по экономическому стимулированию. Ну и плюс ко всему, я ориентирую вас снова поглядывать еще на состояние сырьевых рынков, прежде всего, на стоимости железной руды, потому что это главный экспортный товар для Австралии. По еврозоне. Завтра у нас уровень безработицы в Германии, но это такой легкий отчет, который вряд ли будет иметь какие-то серьезные последствия для европейского валютного актива. Но вот индекс цен производителей уже более серьезный стат данной, поскольку индекс цен производителей указывает на фактический показатель по индексу потребительских цен, то есть уровню инфляции. И здесь, ну, хочется мне, я стараюсь визуализировать тех, кто знаком с творчеством Вадима Зеланда, прекрасно понимает, о чем я говорю, я хочу увидеть слабые данные по индексу цен производителей. И если это будет так, то значит и по уровню инфляции у нас все-таки будут основания дождаться также слабых цифр. И самое важное, ладно, пусть отчеты пока по инфляции не вызывают столько страха, сколько и паники, сколько хотелось бы видеть. Но до марта у нас еще будет 3-4 отчета актуальных по индексу потребительских цен и в какой-то из предстоящих недель, наверное, все-таки рынок уважит нас и просигнализирует основу актуальных рисков дефляции. Мы в этот момент непременно будем в рынке и сможем использовать этот негатив, чтобы прокатиться по евро-доллару как можно ниже перед мартовским заседанием. В среду очень интересный день. Это оценка запасов нефти по версии API в 0.30 по московскому времени. Индекс PMI-кайкин в секторе услуг по Китаю. Заседание в рамках Европейского центрального банка в формате еврозоны. Индекс деловой активности в секторе услуг маркет. Здесь очень важно сделать акцент на то, что от этого отчета будет очень много зависит. Потому что если для той же самой еврозоны, для оценки темпов экономического роста важно получать свидетельство развития и прироста промышленным сектором, то для Англии ключевым сектором для экономики является не промпроизводство, а сфера услуг. И если вы посмотрите историческое состояние этого индикатора, то индекс снижается. И логичным отражением в средстве этого являются слабые темпы экономического прироста. Поэтому, если в среду мы получим еще один слабый отчет и в данном случае по ключевому сектору, сектору услуг, значит британец снова окажется очень быстро аутсайдером и мы пойдем на значение, которое сейчас уже фигурирует в качестве цели по паре фунт-доллар в районе 1.40. В среду самый важный может быть отчет, это данные по NDP, частная оценка перед Non-Farm Paral. Традиционно обращаем на него максимум внимания, потому что NDP позволяет нам сделать опять же ставку на те данные, которые впереди уже по числу новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора по официальным данным. Считаю то, что в этот раз на этой неделе рынок труда также поддержит идею роста доллара и может быть в перспективе уже следующего заседания станет как раз этим фундаментом, основанием следствия которого и от которого ФРС будет отталкиваться для того, чтобы определить в целом состояние национальной экономики и может быть в этот раз все-таки оказать несколько комплиментов для США. Я считаю то, что рынок труда это важная составляющая, если дождемся позитива, значит будем кататься по паре USD и иена с тестированием все новых и новых локальных хаев, которые также постепенно и последовательно выведут нас в район 125. Те, кто продержался в этой валютной паре до, по сути, прошлой пятницы, вы большие молодцы, что не позволили рынку переведить вас в обратном и не позволили рынку заставить вас отказаться от идеи роста доллара. Потому что все карты складываются в пользу того, чтобы этот валютный актив рос, нам оказывается осталось только и этот фундамент использовать. И изменение запасов нефти и нефтепродуктов уже от Минэнерго США. Но если к этому моменту нефть не оступится, если к этому моменту, то есть к того сессии среды, мы не увидим разворота по Brent, то блок этих данных API и Минэнерго США в случае роста запасов могут оказать свою негативную службу и спровоцировать локальное ослабление этого актива. Рублю тогда придется также сдавать. В четверг у нас день, который будет посвящен фундаменту английского происхождения, потому что сразу процентная ставка, планируемый объем покупки активов, квартальный отчет по инфляции, голосование членов комитета по денежно-кредитной политике и протокол заседания. Самый важный отчет – это инфляция. Потому что я лично хочу убедиться в том, что Банк Англии, будучи одним из самых адаптивных регуляторов, все-таки адекватно оценивает риски, связанные со снижением этого показателя. Ну или, по крайней мере, я очень хочу дождаться подтверждения того, что целевой показатель 2% по достижению и по срокам едет уже на поздний период 2017 года. Если эти намеки будут сделаны рынком и, по крайней мере, если намеки высмотрим мы, то, соответственно, британница ускорит свое снижение и быстро доберется к той цели, которую я вам уже обозначил. Ну и торговая сессия пятницы – это ручные продажи по Австралии, средняя почасовая заработная плата в США, количество новых рабочих мест и уровень безработицы. Также аналогичный отчет еще и по Канаде. Конечно же, помимо роста числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, нас интересует еще и почасовая заработная плата, потому что уверен, что вы и без моего дополнительного повторения этого уже знаете, что заработная плата – это предвестник инфляции. И если кто-то из представителей ФРС еще цепляется за крайне низкие показатели этого отчета, значит, рост заработной платы должно уже поставить все точки над «и» и окончательно убедить представителей ФРС в том, что и инфляция имеет достаточно основания для роста. Напомню, что в прошлом месяце мы увидели прирост заработных плат 2,4%. Если этот позитивный восходящий тренд продолжится, значит, продолжится расти и общий уровень инфляции. То есть, целевые значения будут достигнуты раньше, чем прогнозировали скептики и пессимисты. Я к таким не отношусь. И все это можно будет конвертировать в возможность для роста доллара. Посмотрим, где пара USD и иена закроет эту неделю. Но если поддержку, опять же, идеи через введение отрицательных процентных ставок уже со стороны Банка Японии, доллар и японская иена получат поддержку еще и со стороны сильных данных и США, тогда да, тренд продолжится и мы сможем оказаться чуть ли не выше уровня 123, а может быть, даже уже вплотную подобраться к значению 125. Резализировать, конечно же, нужно, но все-таки чрезмерного оптимизма давайте так же закладывать в рынок не будем. Мы долго ждали 120, сейчас рынок уже выше 121. Это уже достаточно, чтобы на какое-то время взять эту паузу, может быть, чрезмерной эмоциональной составляющей и просто радоваться и довольствиться тому, что рынок позволил нам оказаться в идее растущей доллара. Но мы непременно доберемся до уровня 125. И что касается прогнозов по ключевым валютным парам, евро доллар 1.08, а вот USD 0.70, USD на 121.80, фунт доллар 1.42. По USD и иене очень консервативная цель, думаю, можно замахиваться даже еще и выше. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, можете задавать их в рубрику «Вопросы» либо в общий чат. Сейчас я попробую подергать их. Константин, верное замечание, правильный, конечно же, комментарий. И, в принципе, это то, о чем мы говорим в каждом брифинг. То, что идеи, они, конечно же, состоятельные, которых мы придерживаемся. Статистика, она тоже имеет свое логичное влияние на рынок. Но, конечно же, на все это закрываются глаза тогда, когда на рынке появляется какой-то негатив чрезмерный, либо какой-то форс-мажор. Вот в последнее время у нас таким форс-мажором был как раз Китай. И мы видим то, что если Китай разочаровывает рынок статистикой, это находит отражение в стоимости китайского фондового рынка. И через ослабление китайского фондового рынка мы видим слабость других площадок. То есть, европейская валюта, конечно же, напрочь лишается возможности для коррекции, потому что, будучи валютой финансирования из-за крайне низких процентных ставок, точнее, даже приобретает статус самого динамично растущего актива. Это форс-мажор, это риски, но они крайне редко появляются на рынке. Хотя в последнее время, признаюсь, что-то участились. Но будем надеяться, что Китай, как я уже отметил, хватит уже с ним на какое-то время нас оставит в покое. И если это будет так, значит, будем реанализировать статистику и будем следить за тем фоном, который является для нас более привычным. Ну, более привычным, потому что его и приятнее, и проще анализировать. Так, далее делаем вопросы. Что касается, опять же, тех активов, на которые я делаю ставку в ходе брифинга. Как только мы вообще перешли к инициативе этого вещания, которое проводим каждый день такого видеообзора, мы проводили опрос тех активов, которые представляют , наверное, и больше интерес. И, учитывая то, что происходит сейчас на российском рынке, понятно, почему дело. Больше, скажем, больше предложений было по тотальному анализу, прежде всего, нефти и рубля. Ну, я придерживаюсь этой практики, но вы знаете, что все можно менять. Лично я адаптируюсь ко всем вашим предложениям и пожеланиям. Если есть интерес к индексам, но все-таки вы должны понимать, что, наверное, трейдеров, которые сейчас уделяют и делают ставку на фонды, у всех их не так уж и много, вы можете спрашивать интересующие вас вещи, задавать те темы, которые являются для вас, скажем, наиболее волнующими, в раздел на форуме ОМА, в аналитическую ветку. И там мы в порядке такой очной беседы, ну, практически тет-а-тет, сможем разобрать любой актив из фондовой секции, который вас интересует, чтобы не забивать, опять же, голову перспективами европейской фонды, американской фонды и других прочих рынков тем, кому эти активы не интересны. Я думаю, это будет справедливо. Какое влияние во второй половине года окажет фонд «Шелковый путь» на МВФ, а в целом на равновесие мировой экономики? Такой стратегический, очень долгосрочный с точки зрения последствий вопрос. Думаю, что влияние, если оно будет, тоже растянется на многое, на долгое время. Давайте поговорим об этом уже постфактум, потому что я стараюсь избегать, опять же, обсуждений, либо дискутирования на темы, которые не имеют непосредственно локального отражения в динамику тех активов, которые представляют для нас интерес. с… Как это повлияет на оценку МВФ, как это повлияет на мировую экономику в целом – это большой вопрос. Может, позитивный, может, негативный. Но сейчас, понятное дело, то, что мировая экономика нуждается в поддержке, потому что все, что происходит сейчас в рамках отдельных развитых рынков и тем более в развивающихся площадках – это самый настоящий коллапс, потому что мы видим периодическое схлопывание пузырей, и мы видим достаточно негатива, который в связи с этим вокруг рынка формируется. Самому надоело наблюдать евро в столь, скажем, узком, ну, для долгосрочных трейдеров канале и коридоре. Надеюсь, то, что выбраться из него позволит либо мартовское заседание, ну, до него еще целый месяц. Если уж не мартовское заседание, то, по крайней мере, крайне низкие показатели по инфляции, потому что, как я уже отметил в ходе брифинга, именно они будут сигналом того, что марта можно, собственно, и не дожидаться, потому что в марте уже все будет и без того известно. Но считаю то, что евро сейчас близко к выходу из канала в нисходящем плане, даже ниже уровня 1,05, близко как никогда за последние несколько недель. Что спровоцировало падение нефти? Я думаю, что, наверное, все-таки трезвая оценка того, что росли ни на чем. Потому что, как я уже отметил сегодня, в ходе даже брифинга, вы должны понимать, что предпосылок для роста нет никаких. Ну, единственное, что предположение о том, что Саудовская Аравия соберется с России, Ближний Восток, и обсудит возможность снижения производства. Не будет этого. Не будет, потому что если бы Саудовская Аравия хотела снизить производство, это случилось бы уже очень давно. И России тоже не будет снижать производство, потому что это, по сути, будет подаренной долей для ближневосточного картеля. Поэтому, может быть, все, что мы видели в плане роста до этого, это только попытка, опять же, поиграть и поспекулировать на новостном фоне. Ну и, опять же, попытка даже российских иноритических властей хоть как-то поддержать стоимость актива, опять же, через комментарии Новака. Ну и тем самым помочь национальной экономике и рублю. Но, простите меня за чрезмерный пессимизм, к сожалению, наверное, помочь ей сможет только немедленное восстановление высокотехнологичного производства, отход от генетической зависимости. Но это невероятно. Тогда большое спасибо вам за вопросы. Соответственно, неделя будет, как я уже отметил, интересной. Готовимся к целому блоку статистики по рынку труда в США. Полагаю, что эти отчеты смогут, соответственно, поддержать доллары и позволить нам продолжить двигаться к нашей заветной цели по паре юздиена 125. Большое спасибо за внимание. Записи вебинара будут доступны уже завтра. И, соответственно, хороших торговых сессий. Если есть вопросы, знайте каналы коммуникации прежние. Это форум о маркетинге и наш официальный канал на YouTube. С радостью вам отвечу. Всего доброго. До свидания.